Добрый день! Сегодня на православном портале Экзегет мы с вами продолжаем начатые беседы из цикла «От Дана до Версавии», которые ставят своей целью перенести нас с вами на священные просторы Святой Земли, погрузить нас в воспоминания, связанные со священным писанием, со священной историей Ветхого и Нового Завета, со временами жизни Спасителя и подвигами христианских святых и вообще, так сказать, истории Святой Земли. И в различные ее периоды. Вот одним из таких необычайно интересных мест, которые находятся на севере страны, о чем мы говорили в беседе, посвященной горе Ермон и древнему библейскому городу Дану, одним из таких еще древних и прекрасных мест, расположенных в этой северной части страны, является место, которое примечательно сразу в целом ряде отношений. Это и весьма интересное древнее место, связанное с языческой историей, с историей очень древней, такой вот как бы традиции Святой Земли. С другой стороны, это место связано и с историей Новозаветной, связано с тем, что это место посещал Господь наш Иисус Христос. Это очень такое вот как бы тоже важное, священное для нас воспоминание. Ну и в дальнейшем история этого места тоже имеет множество таких каких-то примечательных, связанных с нею обстоятельств. Итак, что касается такого наиболее древнего периода истории этого места. Место это сейчас называется Баниас. Расположено оно на том же самом шоссе 99, которое соединяет с собой шоссе 90 и 98, и идет вдоль северной границы с Ливаном и Сирией, на самое окраине государства Израиль, и по склонам, по предгориям священной древней горы Ермон, также известной нам в Священном Писании. И вот в этом современном слове Баниас, этом названии, арабском названии, мы на самом деле, если прислушаемся, сможем услышать отголоски весьма хорошо известных нам слов, которые мы используем зачастую совершенно не задумываясь о том, откуда они проистекают, откуда они произошли, куда могут нас произвести. Ну, например, когда мы говорим, что на кого-то напал панический страх, или кто-то сеет панику, мы совершенно не задумываемся о том, к какому корню, к какому слову, выражению приводят нас вот эти такие привычные, знакомые нам слова. Это на самом деле то же слово, которое отразилось в арабском, как я уже сказал, названии Баниас. Это древнее эллинистическое, греческое название этого места, которое в древности называлось Паниас, или Паниада. И, как можно догадаться, связано оно было с именем древнегреческого бога Пана. Древнегреческий бог Пан, как мы знаем, это на самом деле одно из древнейших божеств, которые почитали вообще еще предки древних греков и то население, которое жило на Балканском полуострове еще до того, как первые греческие племена, пелазгов и так далее пришли в эти места. Родиной бога Пана считалась в древности такая область древней Греции, как Аркадия. Это такая гористая местность, покрытая лесами, в которых пастухи из древней пасли своих коз, которые достаточно привольно и вольготно себя чувствовали на этих зачастую очень крутых горных склонах. И порой на этих пастухов, в особенности в течение дня, нападал необъяснимый какой-то ужас. Вот этот ужас они как раз-таки называли паникой, называли паническим, потому что это было время, когда на них гневался их бог-пан, коего они почитали, некое такое козлоногое существо, сочетающее тоже в себе, подобно другим, по таким вот скотоводческим культам, черты и скота, козла и человека, или быка. И вот по древним этим мифам, преданиям в полуденные часы бог-пан отдыхал, и поэтому древние аркадские пастухи не дерзали играть на своих свирелях, шуметь, как-то развлекаться, для того, чтобы не навлечь на себя гнева этого своего мстительного и любящего пошутить над своими почитателями бога, для того, чтобы он не подстроил какую-то каверзу, для того, чтобы он не обрушился на них с тем самым паническим ужасом, который порою нападал на них среди вот этих диких вершин и диких склонов Аркадий. Но постепенно, с тем, как формировался древнегреческий пантеон, пан как-то отошел на задний план и из такого древнейшего и одного из главных божеств превратился, в общем, в такое божество второстепенное, занял свое место в свете Диониса, а впоследствии Вакха начал считаться сыном Зевса и Дриопы, одной из нимф, а сам обзавелся супругой по имени нимфа Эха, которая повторяла по горам раскаты его голоса. Но, тем не менее, культ пана продолжал сохраняться и теперь уже не только в пределах Древней Греции, но благодаря завоеваниям Александра Македонского он распространился на те места и на те земли, которые прежде ничего не слышали о таких божествах. И вот в те времена, которые наступили с эллинистическим завоеванием, как раз-таки те новые государства, которые возникли от окраин Месопотамии и Индии до самого Египта и границ с Суданом, они стали обживаться вот этой новой эллинской культурой и для древних богов стали находить места, как-то связанные с ними, с их деятельностью, уже в пределах вот этих новых государств. Нашлись места для древнегреческих мифов и на территории Святой Земли, на территории эллинистической Палестины. Одним из таких мест как раз-таки стала пещера, из которой вытекает один из таких вот мощных истоков Иордана. Эта пещера в восприятии древних эллинов, которые заселили эти места, стала ассоциироваться с местом рождения Пана. И это место, весьма удаленное от Балканской Аркадии, стало вдруг почитаться как такая святыня культа бога Пана. Вероятнее всего, это как раз-таки было связано с чем? С тем, что неподалеку расположен, как мы уже говорили, город Дан, и там как раз-таки совершалось вот это почитание, почитание, многолетнее служение тому самому тельцу, вот такому божеству, имеющему быкоподобные такие черты. И естественно, что греки, вот это такое быкообразное существо, а мы знаем, что зачастую оно изображалось с головою быка и нижней частью человека, они перенесли на другое вот такое вот знакомое им божество и своего пантеона, на Пана. Ну, так сказать, кто больше всех в этом пантеоне был похож на быка? Конечно, Пан. И вообще имел отношение к скотине, к плодородию, к ее рождению. И вот, начиная где-то с 4-го, с 3-го века до Рождества Христова, в этих местах постепенно формируется традиция почитания бога Пана. Место это отличалось еще такой особенностью. Там частично этот исток Ордана, вытекая из пещеры, протекает под землю и потом выходит уже из-под земли, вынося все, что туда будет брошено. Можно бросить палочку было в самой этой пещере Пана, а потом, быстро пробежавшись, увидите, как она, крутясь, выныривает из-под земли совсем в другом месте, там, где исток Ордана находит себе новое место для того, чтобы выйти наружу к солнечным лучам. А что касалось жертв, которые в этом месте приносились Пану, то с ними зачастую происходило такое несколько удивительное явление, когда жертву бросали в пещере Пана, а с другой стороны из потока Ордана она уже не появлялась и считалось, что таким образом эта жертва оказалась принята Паном. Там происходило еще и значительное число других подобных чудес в этом месте, таких вот языческих и, в общем, такой, наверное, бесовской природы. Так что место это стало весьма и весьма почитаемым. Туда приходило значительное количество паломников для того, чтобы совершить поклонение этой пещере Пана. Ее посещал и Цезарь Ктовян Август, там нередко бывал Ирод, и постепенно там были воздвигнуты, воздвигнут целый комплекс вот таких языческих храмов. Там находилось и святилище Пана, находился храм в честь Октавиана Августа, находился театр, очень такой интересный, своеобразный, в котором проходили выступления очень интересных артистов. Это были священные козы Пана, которые танцевали каким-то таким образом. Это было как раз-таки частью вот этого культа Пана. Было там место, где эти священные козы содержались, где за ними ухаживали и, видимо, дрессировали их особые жрецы, а потом эти козы участвовали вот в этих ритуальных каких-то плясках, и зачастую таких, надо сказать, вообще достаточно нецеломудренных торжествах, посвященных Богу Пану. Ну, поскольку он уже в то время ассоциировался с Дионисом Ивакхом, и поэтому, так сказать, разгул культа плодородия и культа вина сопровождал собой в том числе и эти празднества, которые совершались в его честь. Вот. Ну, не случайно поэтому, наверное, один из сыновей Ирода Великого, Филипп, выбрал четвертовластник, то есть получивший после смерти идола часть его единого царства себе в удел. Он как раз-таки получает вот эту северную часть и свою столицу строит в непосредственной близости, можно сказать, совсем рядом с вот этим древним культовым центром, поскольку, будучи человеком достаточно практичным, расчетливым, понимает, что туда будет во множестве стекаться население и паломники разных культур. С одной стороны, туда приходят для поклонения пану Эллины, с другой стороны, это место, гора Ермон, является священным, в том числе и для иудеев, и они тоже совершают свое паломничество, свое восхождение к вершинам этой святой горы. И поэтому Филипп устраивает там свою столицу, которую называют Кейсарией Филипповой. Ну, вернее, он называет ее Кейсария, поскольку на тот момент уже существовала другая Кейсария, расположенная на Средиземном море, на побережье в том же самом государстве, тоже названная в честь Кесаря. Но в отличие от другой Кейсарии, та называлась Кейсарией Стратоновой, а эту стали называть Кейсарией Филиппова. И в таком виде, под таким названием, она фигурирует даже в Священном Писании Нового Завета. И во времена земной жизни Спасителя мы знаем, что Господь, несмотря на то, что там было вот такое языческое место, поклонение, Он посещает Кейсарию Филиппову. Вот что меня весьма удивляет, это то, что почему-то на это место как-то не обратили свое внимание католики, почитатели римского папы, поскольку на самом деле для них как раз-таки Кейсария Филиппова могла бы иметь невероятно большое значение, как, в общем-то, так сказать, связанное с тем местом в Священном Писании, которое они вообще полагают в основании всей своей доктрины, доктрины папства. Но, безусловно, это место, оно важно и для нас, хотя для нас имеет, ну, несколько иной смысл. Оно излагается, например, в главе 16 от Матфея. Мы с вами можем сейчас обратиться к тексту Священного Писания. Вот, так как оно здесь изложено. «Придя же в страны Кейсарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Анна Крестителя, другие за Ильею, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти и кровь открыли тебе это, но Отец Мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камни я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос». Вот, по моему, так сказать, пониманию, в этой самой Кесарии Филипповой давно уже должен был стоять огромный католический собор, куда бы приходили почитатели Римского Папы, как непосредственного преемника власти Петра, которую они как раз-таки на этом месте Священного Писания и обосновывают. Но ничего подобного мы там не видим. Может быть, потому что на самом деле подлинное понимание этого места в Священном Писании, оно глубоко противоречит той мысли, которая положена в основании всей вот этой папской современной доктрины, о том, что он является наследником верховного апостола Петра и имеет ключи от Царства Небесного, который этот апостол передал ему по наследству. Но, как мы с вами понимаем, все это не так, и доказывается самим же текстом Священного Писания. Буквально в скором же времени, буквально сразу после того, как Господь именует Петра, собственно, Петром, камнем, основанием веры, и обещает ему вот эти ключи от Царства Небесного, Петр, в ответ на то, что Господь начинает открывать ученикам о том времени, когда ему принадлежит пострадать, он, отозвав его, как говорится в Священном Писании, Петр начал прикословить ему, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Вот это, конечно, то самое место, которое, прямо скажем, не подтверждает никак папских притязаний, да, и которое, в общем-то, способно привести нас в некое недоумение. Так кто же все-таки верховный апостол, камень церкви или отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. Кто же в данном случае святой апостол Петр? Все зависит от того, на самом деле, в каком исповедании, в каком состоянии духа находится человек, потому что он действительно может оказаться в самое близкое время и Петром по крепости своего исповедания. Ведь не лично самого Петра Господь отмечает это этим именем. Он дает ему это имя вследствие того исповедания, которое Симон приносит, когда говорит о том, впервые, явно и открыто говорит, что ты Христос, Сын Бога Живого. Вот именно это исповедание делает апостола и любого единомысленного с ним человека, тем самым Петром, камнем веры. И наоборот, вот это человеческое состояние, когда человек начинает думать не о том, что Божие, а что человеческое, способно сделать человека сатаной и соблазном. Но, тем не менее, как мы видим, вот это столь знаменательное событие, столь важное для вообще понимания самой природы Божественного Учителя место в Священном Писании. Оно относится как раз-таки к этой вот Кесарии Филипповой, в которую, к сожалению, не едут сейчас паломники ни православные, даже ни католические, а, в общем-то, зря, жаль, потому что место это по красоте своей, по своему значению вполне заслуживало бы посещение и вот такого бережного к себе отношения почтительного. Но, надо сказать, что именно благодаря этому месту в Священном Писании существовала точка зрения, которая отождествляла гору Ермон еще и с тем местом, где произошло преображение Господня. Потому что весь вот этот эпизод, все вот эти важные такие слова были сказаны как раз-таки в преддверии преображения Спасителя на вершине одной из гор. А мы знаем, что гора Фавор сама по себе никак не поименована в Священном Писании, и та гора, на которой совершилось преображение, в Священном Писании не имеет никакого названия. Просто говорится, что Господь один зашел на гору Высокую. И так как в Священном Писании вот это место соседствует с посещением окрестностей Кесарии Филипповой, то некоторые толкователи Священного Писания были убеждены, что как раз-таки этим местом является Ермон. Как об этом и говорится в книге псалмов, Фавор и Ермона имени твоим возрадуются. Но уже только вот к самому наверное к концу 4 века окончательно утвердилась традиция, которая все-таки закрепила вот почитание горы Преображения как горы Фавор. А Ермон остался просто в восприятии людей таким вот священным местом истока Иордана, местом, которое посещал Господь наш Спаситель Иисус Христос, который часто здесь, как мы знаем из священного Писания бывал. Ну, что касается дальнейшей истории этого места, то можно сказать о ней следующее. Филипп, который создал на севере вот это свое царство, это как раз-таки тот самый Филипп, да, за которого обличает Ирода Иоанн Предтеча, говоря, что не должны тебе брать в жены жену Филиппа, брата своего. Ну, несмотря на вот все вот эти, так сказать, распри, которые были между братьями, Филипп в 41-м году по Рождеству Христову скончался и оставил в наследство свое царство, свою часть царства своему племяннику Ироду Агриппе Первому. И вот Ирод Агриппе Первый как раз-таки там и обосновался, а впоследствии передал своему наследнику Агриппе Второму это место. Вот как раз-таки от Агриппе Второго в Банесе, в Древней Паниаде Кесарии Филипповой сохранилось, сохранился достаточно, в общем, ну, так хорошо для вот того времени выглядящий еще дворец царя Ирода Агриппе. Там сохранились в достаточной части и стены, и фундаменты, и нижние подземные этажи и переходы вот этого дворца. Благодаря ему, благодаря вот этим раскопкам, мы сейчас можем достаточно с такой наглядностью и очевидностью представить себе, в каких условиях жили правители тогдашней подчиненной Риму Палестины, такие как Ирод и как его потомки Агриппа Первой, Агриппа Второй. Надо сказать, что, конечно, по сравнению с современными вкусами аппетитами дворец Агриппа Второго не поражает какими-то совершенно уж огромными размерами. По нашим, так сказать, меркам, это, ну так, коттедж бизнесмена средней руки, хотя, в общем-то, имеющий определенные такие фортификации, укрепления и не лишенные удобств. Там, например, сохранились помещения, которые служили уборными в те времена, когда дворец еще был обитаем. И надо сказать, что это были вполне в каком-то отношении такие удобные, современные уборные, в которых были не просто какие-то выгребные ямы, в которых текла проточная вода, и все нечистоты смывала с собой, уносила, так что там всегда было свежо, прохладно и приятно в этих местах. И мы можем, так сказать, судить, как вот эта гигиеническая, по крайней мере, сторона жизни в тех времен первого века по Рождестве Христовом могла выглядеть, ну, по крайней мере, там, где люди о ней заботились и были обеспокоены тем, чтобы вот подобного рода удобства получить. Ну, действительно, кстати, в общем, стоит в любом случае внимание посещение этого места, оно относится, оно расположено не там, где расположена пещера Паном с остатками каких-то вот таких древних, некогда украшавших ее храмов, а в отдалении под сенью леса, тоже, так сказать, на склонах, живописных склонах Иермона, в общем, безусловно, и ротогриппа умела. Выбрать место для того, чтобы его дворец был окружен вполне такими живописными видами, был удобен и красив. Дальнейшая история Кесарии Филипповой, она связана, конечно, еще и с тем, что туда постепенно проникают вот такие христианские начала и христианский культ и почитание Господа нашего Иисуса Христа. Причем происходит это достаточно рано. С Кесарией Филипповой связан еще один очень важный такой сохранившийся для нас в Священном Писании эпизод. Он также относится к земной жизни Спасителя и связан с тем, что в Капернауме Господь, как мы знаем, однажды исцеляет от кровотечения, от тяжелой опасной болезни одну из женщин, которая прикасается к нему в толпе. Мы знаем, что в Капернауме его приглашают в дом начальника синагоги, где он исцеляет его, ну, в общем-то, воскрешает его уже умершую дочь. И пока он идет через толпу дома вот этого начальника синагоги, некая жена, как говорится в Священном Писании, прикасается к его одежде и получает исцеление от своего недуга кровотечения. Так что Господь останавливается, обращается к этой жене со словами, кто прикоснулся ко мне и делает ее исцеление из тайного явным. это очень примечательное и важное место, можно обратиться к нему, прочитать его, хотя бы в изложении святого апостола евангелиста Луки, например. «И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги и падший к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет двенадцати и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая, издержавшая на время все имение, ни одним не могла быть вылечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тут течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне? Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним, «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, ушедшую из меня. Женщина, видишь, что она не утаилась, с трепетом подошла и падшая пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей, «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». В этом таком повествовании Священного Писания обращает на себя внимание такой очень важный момент, да, множество народу теснят спасителя, когда он идет по узким улицам Капернаума, по которым и в свободный день без толпы с трудом наверное можно было пройти, а тут там надо было просто протискиваться по каким-то узким коридорам, и спаситель все время окружен толпой, так что все постоянно теснят его, почему же он спрашивает, кто к нему прикоснулся, да, это может быть каждый из тех десятков или сотен человек, которые находились рядом с ним, и вот здесь Господь указывает на ту разницу, оказывается можно тесниться, можно прикасаться к спасителю самым близким образом, и при этом ничего не произойдет, а можно не теснить спасителя, а прикоснуться к нему, и получить его дары исцеления, вот такая разница между сотнями и тех, кто прикасался к спасителю и ничего не получал от него, и одной той, которая прикоснулась и получила исцеление, для нас это такое важное назидание, которое показывает нам, что мы можем быть среди тех, кто всего лишь теснит спасителя, а можем оказаться среди тех, кто прикасается к нему и получает от него важные и нужные для нашей жизни жизненно важные дары. Но вот эта история, она получила свое продолжение, которое мы знаем уже по повествованиям церковных историков древности. В первую очередь, это Евсееви Памфил и Сазамен Соломински, это самые ранние церковные историки, которые писали свои книги еще в IV веке. Оказывается, эта женщина, которую Господь исцелил, она была родом из Кесарии Филипповой, и после того, как получила исцеление от кровотечения, она вернулась в свой город, и у дома своего, где она жила, в Кесарии Филипповой, поставила первую известную в истории статую Христа. Почему статую? Для нас это сейчас немножко странно, может быть, да, вот это тоже опять же в католической традиции, там приняты статуи святых, статуи спасителя. У нас же единственный, наверное, такой пример вот такого допущенного традициями церковного искусства, объемное изображение спасителя, да, рельефное, это только, может быть, распятие, которое ставится в храме в дни, посвященные его крестной смерти. В остальном мы пользуемся плоскими иконами для того, чтобы не подчеркивать телесное начало в Христе, в святых, для того, чтобы избежать излишнего натурализма. Но здесь женщина заказывает именно статуи. И это очень важно. Почему? Во-первых, она жила в городе, в общем-то, античном, городе эллинистическом, городе язычником, языческом. Этот город был наполнен статуями. И вот этим статуям ложных божеств она противопоставляет статую тоже, то есть она говорит им на понятном для них языке, она противопоставляет статую истинного Бога. И от этой статуи многие тоже получают исцеление, подобно ей. Многие люди приходили туда по свидетельствам церковных историков и получали исцеление от этой статуи. Кроме того, у ее подножия выросла какая-то неизвестная врачам того времени трава, и вот эта трава тоже приносила исцеление. этот древний пример, образец почитания спасителя, почитания священного изображения спасителя, он был прекращен в царствовании, в краткое, но примечательное царствование Ильяна Отступника. Ильяна Отступника распорядился эту статую низвергнуть, ее влокли по всему городу и разрушили, раскололи на части. Но потом христиане собрали все-таки осколки этой статуи и продолжали с благоговением хоронить ее в одном из храмов Кесарии Филипповой, но, к сожалению, остатки этой статуи не дошли до нашего времени. Надо сказать, что эта статуя была украшена также и калинопреклоненным изображением самой женщины, которая стояла перед этой статуей отлитой из бронзы в такой позе, как бы умоляющей его об исцелении, в благодарность, в память о том, как Господь предал дерзновение ее вере. Вот это то, что сохраняют для нас церковные историки византиец Феофан Созамен Соломинский Евсевий Памфил, о Кесарии Филиппе и то, что говорит о том, что когда-то это место было тоже весьма таким почитаемым, весьма важным для христиан. Также там произошло несколько таких событий, связанных с более поздним временем, тоже уже с житиями христианских святых. Одно из них связано с житием святых мучеников Астерия и Марина. Астерий, как известно, был таким благочестивым римским вельможей, свидетелем мученической смерти Марина. И вот однажды он в 260 году посещал эту самую Кесарию Филиппову и как раз таки оказался там во время ежегодного празднества в честь Бога Пана. Что говорит о том, что в середине третьего века это празднество еще как раз таки это место было весьма почитаемым и многолюдным. И вот здесь пожалев людей, которые были обманыванными бесами от всех этих прорицающих статуй, от всех вот этих ложных совершаемых ими чудес, святой мученик Астерий помолился и бесовские чудеса на этом месте прекратились. Это было одно из таких вот чудесных проявлений его веры, которые положили начало упадку вот такого языческого культового центра древней Паниады. Память святого мученика Астерия и святого мученика Мария совершается 7 по старому стилю, 20 по новому августа. Несколько позже, в 304 году в царствовании Диоклетиана Кесарии Филипповой пострадал святой великомученик Прокопий, которого прежде в язычестве звали Неанней, который был, как известно, военачальником, рожденным в Иерусалиме, отец его был христианином, мать была язычница, и вступив в воинскую службу, он был послан в Александрию для того, чтобы сделать согонителем христиан, но вместо этого сделался их защитником от варваров, поскольку ему явился Христос, нарек его новым именем Прокопий и благословил его на мученический подвиг, который тоже совершился именно вот в этой Кесарии Филипповой, куда святой был приведен для суда над ним, для совершения над ним мученической казни. Надо сказать, что память Святого Прокопия совпадает с празднованием в честь летнего праздника Казанской иконы Престой Богородицы, совершается 8 по старому 21 июля по новому стилю. Вот такие священные воспоминания были, сопровождали собой такое место, как Кесария Филиппова, которое сейчас, к сожалению, в общем-то, лишено каких-то таких христианских мест, почитания каких-то церквей, храмов и представляет из себя, к сожалению, просто тоже национальный парк, но, тем не менее, ради памяти о тех важных событиях новозаветной истории, истории церкви, безусловно, стоит это место посетить, ну а кроме того, конечно, и учитывая то, насколько оно прекрасно и красиво. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. и учитывая то, это такое, и учитывая то, что это такое, что это такое, Продолжение следует...